Здравствуйте! Мы вещаем из дома. На связи с вами Джамиля Шарипова. МВД Дагестана проводит проверку по нашумевшему факту. Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о возможном использовании подневольного труда в Тарумовском районе. Заявитель случайно услышал в автобусе Москва-Махачкала о принуждении двух мужчин к труду в условиях долговой кабалы. К делу тут же подключились полицейские. Подробности о Патимат Ханаповой. Все началось с поста в одном из пабликов в Инстаграм. Это было обращение неравнодушного очевидца к МВД и правозащитным организациям с просьбой разобраться. Министерство внутренних дел быстро отреагировало и было проведено разбирательство. Выяснилось, что двое потерпевших – уроженцы Новосибирской области и Ямал-Ненецкого автономного округа – стали жертвами злоумышленника, который обманным путем пытался нажиться, трудоустроив их в кавычках в одну из «кошар» в Тарумовском районе. Свидетелем этой ситуации, к счастью, неудачливых работников стали пассажиры автобуса. Я ехал через Москву, на родину, на Ямал. Ну, так суждено, случилось как-то, что я опоздал на поезд. Деваться было некуда, денег в кармане нету. И тут подошел, ну, познакомился там с другом, можно сказать, уже друг мне, Леша. Познакомился с тамным человеком, Миша такой. Он предложил нам работу. С их слов мы услышали совсем другую информацию и условия работы, то, что там зарплата, они 20 тысяч, а 5, нужно минимум 8 месяцев работать. Нам деваться было некуда, так как уже и за автобус надо было платить. В итоге мы согласились с ними поехать. Злоумышленник посадил потенциальных работников в автобус и заверил их, что купил им билеты до пункта назначения, чего по факту сделано не было. Обещали им работу в Ставропольском крае, а оказались в итоге в Дагестане. Посулили 20 тысяч в месяц, но затем объявили, что больше пяти не предусмотрено. Из-за отсутствия средств потерпевшие были вынуждены согласиться. Вариантов было только два. Либо соглашаться ехать с ними, либо отдавать водителю 15 тысяч за проезд от Москвы до Кочубея. Так как средств не было, получилась тупиковая ситуация, пришлось ехать с ними, с этими парнями туда. В автобусе, скорее всего, разговор наш слышали, пассажиры, отчего и пошла все это заваруха. Как позже выяснили сотрудники МВД, реальная цена за проезд по указанному маршруту составляет до 3000 рублей. А озвученная водителем сумма – это тот самый капкан долговой кабалы. Заведомо зная, что в кармане у работников нет даже 1000 рублей, он назвал неподемную сумму и в одночасье сделал их своими должниками. Двое мужчин, которые встречали патет певших, также доставлены в отдел полиции. С двойным братом выехали в Кочубе, ему сказали, что рабочего есть, везут работника, выехали в Кочубе. Я сам лично тоже спросил несколько раз, вас вынедлили с автобусом, что вы пришли на работу или что, говорю. Нет, мы согласны, говорят, приехать на работу. Вот такая история, больше я особо тоже не знаю там. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ватимат Каннабова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Тарумовский район, при содействии МВД Дагестана. Азербайджан отложил дату открытия госграницы с Россией еще на две недели. Пункты пропуска так и не были открыты к 20 апреля, как это обещала сделать ранее азербайджанская сторона, перекрывшая рубежи из-за пандемии коронавируса. Закрытая граница будет до 4 мая. Данная ситуация уже привела к серьезной проблеме. Вернуться в свою страну не смогли многие граждане Азербайджана, часть из которых не имеет финансовых средств для того, чтобы обеспечить свое дальнейшее пребывание на территории нашей страны. Приблизительно полторы сотни человек остались в приграничной зоне в Маграмкенском районе. Часть из них размещены в Дербенте на турбазе «Чайка». Помощь им оказывают местные власти. И о статистике заболеваемости. Еще 40 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Дагестане. Общее число больных достигло 371. Воздоровление наступило в 43 случаях. К сожалению, растет число жертв этой болезни. Скончались еще два пациента. Это мужчина 1965 года рождения. Он находился в реанимации Центра инфекционных болезней. И женщина 1980 года рождения. Женщина приехала в Дагестан из Москвы. Мужчина имел контакт с заразившимся всего же от COVID-19 в Дагестане по состоянию. На 21 апреля умерло 11 человек. Пранки над учителями не пройдут. Следственный комитет будет отслеживать факты издевательств, допущенные в отношении учителей на дистанционном обучении. Ведомстве отмечают, что недостойное оскорбительное поведение подростков является проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия препятствуют учебному процессу, а поэтому Следственный комитет совместно с Министерством просвещения РФ намерен отслеживать в интернете деструктивные материалы для восстановления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценкой их действий. Врачи делятся нелегким положением внутри больниц, где принимают больных с подтвержденным опасным диагнозом. В эпицентре событий работает пресс-служба Первая городской, где также лечит больных коронавирусом. Сотрудники медучреждения отмечают, что болезнь, с которой пришлось столкнуться медикам и пациентам, во всем мире очень коварна и малоизученная. Поэтому иной раз от считанных секунд зависит жизнь человека. То хорошо, то плохо. Здесь контролировать, что вот так заболевание вот так пойдет или невозможно. Ситуация может меняться в любой момент, не в нашу пользу, имеется в виду, не в пользу пациента и врача. Реанимационных больных так быстро оценить состояние невозможно. Все они на аппарате, поэтому как ты определишь здесь, во сколько их можно вытащить. Новые безработные автоматически получат максимальное пособие по безработице и выплату на детей на три месяца. Об этом сообщает Минтруда Республики. Пособие по безработице размером 12 тысяч рублей будут выдавать людям, оставшимся без работы после 1 марта и зарегистрированным в качестве безработных. Кроме того, если в семье воспитываются несовершеннолетние дети, то с апреля по июнь на каждого ребенка безработный получит также по 3 тысячи рублей. Деньги будут выплачены только тем, кто подтвердил свой статус безработного. Это можно сделать дистанционно на портале «Работа в России», где нужно оставить заявление. Известный врач-общественник Абдурашид Саидов, уроженец Дагестана, заболел коронавирусом в Москве. Об этом пишет сын медика на своей странице в Facebook. Мой отец врач. Он лечит и упрямых, и послушных, и верующих, и безбожных, и трудолюбивых, и лентяев, и добрых, и злых. Он не выбирает. Оказавшись на передовой в этот тяжелый период и рискуя своей жизнью, шансов не заболеть у него просто не было. Да и Родина наша всегда занята собой. Дорогой има, пусть Всевышний поможет тебе побороть этот вирус и дарует тебе скорейшее выздоровление. Аминь. Того, кому Аллах желает добра, он подвергает испытаниям. Абдурашид Саидов ранее активно призывал земляков соблюдать режим самоизоляции и прислушиваться к рекомендациям врачей, чтобы не допустить массового заболевания в Дагестане. Наш телеканал ранее связывался с доктором по видеосвязи и рассказывал о сложностях работы в новых условиях, о тяжелобольных и самой природе вируса. Коллектив телеканала ННТ желает Абдурашиду Саидову скорейшего выздоровления. Мы с трудом справляемся с увеличивающимся количеством пациентов, которым нужен осмотр или наблюдение на дому. Мы видим, как изо дня в день увеличивается количество вызовов, изо дня в день увеличивается количество пациентов, нуждающихся в госпитализации или в постоянном ежедневном наблюдении на дому. Уважаемые земляки, берегите себя. Сегодня те, кто пренебрегает режимом карантина, режимом профилактики, совершают тягчайший грех перед Всевышним. Зная наши обычаи, вижу особую опасность распространения этой болезни. Тот, кто пренебрегая карантинному режиму, сам того не замечая, принесет этот вирус на джума молитву или на иные общественные места, станет убийцей десятков людей. Медики готовят новое оружие против коронавируса. Плазму переболевших им дагестанцев начнут отбираться и поставлять в больницы. Известно, что кровь выздоровевших от COVID-19 пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения новых больных с этой инфекцией. После выздоровления потенциального донора должно пройти не менее двух недель. Он должен дать добровольное согласие на отбор материала. На базе Республиканской станции переливания крови есть все необходимое для этого. Один донор может помочь сразу троим пациентам. В Дагестане самый низкий показатель самоизоляции по всей стране. Согласно данным Яндекс.Карты, наихудший результат в городах Махачкала, Буйнакск и Дербент – около трех баллов. В Хасаверте, Каспийске и Избирбаши уровень самоизоляции составил 3,2 балла. Самый высокий показатель по России в городе Керчи – 4,2 балла. Причина такого поведения, как объясняют жители Дагестана, заключается не только в скептическом отношении к существованию нового вируса, но и в необходимости заработать. Напомним, что ранее, согласно поправкам, внесенным в указ о самоизоляции, были ужесточены меры по отношению к тем, кто без веской причины не сидит дома. Штрафы по отношению к частным лицам, предпринимателям, юридическим лицам варьируются от 1000 до 300 тысяч рублей. За четыре последних месяца улов рыбы в республике вырос в пять раз – это около 5,5 тысяч тонн. В прошлом году в этот же период было добыто около 1000 тонн рыбы. Такая разница обусловлена активной ловлей мелкой рыбы – кильки. Однако рыбаки отмечают, что на фоне коронавирусной инфекции спрос на продукцию снизился. Лесники Дагестана начали усиление мер пожарной безопасности в Самурском лесу. Ежегодно в лесопарке фиксируются десятки термоточек, основной причиной которых становится человеческий фактор. На прошлой неделе возгорание произошло в лесистой местности села Лучек Рутульского района. Тушили пожар 90 спасателей, а также были добровольцы – 80 человек из числа местного населения. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Берегите себя. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин